Цена на дрова не выросла. Что касаемо топливоснабжающих организаций, что касаемо лесхозов, то у нас-то фиксированные цены, цена не выросла. Действительно, осенью прошлого года наблюдался пиковая потребность дрова. То есть на протяжении, вот мы подняли статистику, на протяжении последних пяти лет, это была обычная выверенная работа. Как раз-таки осенью прошлого года на 40% поднялся спрос на дрова. Сгруппировались, отработали. Мы перед своими организациями ставили задачу, чтобы с момента подачи заявления до момента отоваривания должно проходить не более месяца. Поэтому я считаю, что в большинстве своем это были спекуляции. Хайпануть на этой теме, давайте по дровам. Да, действительно, были те случаи, когда человек каким-то образом с весны, лета, если можно так сказать, прозевал, вот осенью, в преддверии зимы, давайте дрова. Сегодня мы уже наблюдаем, что этого спроса нет. Цены, повторюсь, не фиксированы. Поэтому это обычная плановая выверенная работа. Более того, мы во всех средствах массовой информации, по телеграм-каналу нашему, по интернет-сайтах, вывешиваем приглашение к населению. Кто имеет желание, имеет силы, приходите в лес, заготавливайте дрова. Это условная цена 10-20 копеек за куб дровяной древесины. Заготавливайте, приобретайте дрова. Я здесь не вижу абсолютно никаких вопросов. Цена выросла в разы по ряду причин, тех же коммерческих структур. То есть, они обращались в лесхоз, покупали на корню, и для них это бизнес. Поэтому мы как раз-таки фиксированными ценами всю эту работу по прошлому году, мы просто-напросто, правильно сказать, мы всю забрали себе. В части работы с людьми. Поэтому, да, осень была достаточно жаркая, но всех удовлетворили. То касаемо деловой древесины, да, действительно, был вопрос поднятия цены и на внутреннем рынке, ввиду того, что во многом цены на сырье, ну, они стригерились нашей экспортной ценой. Поэтому, опять же, все необходимые решения приняты. Сегодня нужно только одно от физического лица, подтверждение того, что эта древесина используется для собственных нужд. Потому что, к сожалению, находились по прошлому году такие дельцы, которые выписывали эту древесину по льготной цене, и тут же ее продавали с коэффициентом 3, 5 и так далее. Поэтому сегодня обращаемся в лесхоз, пишем заявление, подтверждаем то, куда это нужно, там, для ремонта, капитального строительства, реконструкции, и в течение месяца по фиксированной льготной цене, которая в разы ниже рыночной, получаем эту древесину, либо пилопродукцию. Сегодня лесхозы все настроены для того, чтобы удовлетворить нужды населения в пиломатериале, того размера, который надо тому или иному физическому лицу.